Алексей Навальный – это очень умелый и политехнологический продукт. Это продукт либералов, конечно. Его ввели очень давно, с 2009 года. В него вкладывали большой ресурс. Я имею в виду не только деньги, а информационный ресурс. Ему давали, собственно говоря, простор и известия, и ведомости. А ведомости – это суперлиберальный, ну, это либеральный очень, так сказать, газета либеральных финансовых кругов. Ну, безусловно, он прекрасно знает своих, в общем-то, так сказать, благодетелей. Он их кусать не будет. И в аэрофлот его ввели тоже специально для этого. Ну, вы можете представить себе, чтобы там полковник Квачков был на страницах ведомости или на журнале «Эсквайр» бы выходил интервью с Квачковым, например, с Борисом Мироновым, с Демушкиным, с портретом, так сказать, на первой полосе, с портретом на обложке. Так что, ну, чего, ну, Алексей занимается бизнесом, это его бизнес, это, собственно, вот для баранов нужен вожак. Вот его создали, его, так сказать, раскрутили. Он прекрасно ставит свою роль. Ну, то, что он проявился в Кремле, ну, в принципе, появление самого по себе в Кремле, но на приеме. Ну, нет, не криминал, он из каких-то показывает, что откуда, откуда я происхожу, да. Ну, а массы, они всегда были глупыми, им всегда ставили, так сказать, вожаков, те или иные силы. А то, при том, что я, в общем, хорошо отношусь к его борьбе с коррупцией, все правильно. Только он борется с коррупцией, очень интересно. У него коррупция начинается с 99, там, с 2000 года, то есть при Ельцине вроде бы ее не было. Вот, все только у нас, все только чекисты-то, коррупционеры. Вот, и он, собственно говоря, не признает, так сказать, того геноцида, который творился с русским с 91-го года, что это последствия развала Советского Союза, что это последствия приватизации, этих либеральных реформ. Есть только коррупция, и вот коррупция только с Путина начинается. И мне это все говорит о нем. Зачем это сделано? Это значит, что ты той же крови, на самом деле. Ты тоже либерал. Ты придешь и будешь таким же. Вот и все. На самом деле, рецептов у тебя, в общем-то, нет. И твоя задача, это просто повести массу, как, так сказать, этих баранов, да, куда надо. Вот, и, в общем, Алексей Навальный, конечно, можно представить себя президентом Российской Федерации, но проведет ли какие-то изменения, я не думаю. И все эти события скрыто подтверждают.